Приветствую, друзья! Сегодня, как всегда, мы разбираем планировочки. Сегодня подготовили для вас нечто интересное, полезное. Переходим сразу к делу. Давайте посмотрим. Итак, перед нами планировочка, которую нам прислали наши подписчики для того, чтобы мы дали рекомендации. Напоминаю, что можно присылать как планировки от дизайнера, так и самостоятельно, если вы что-то делаете, присылайте нам какую-то компетентную обратную связь, и вы сможете вовремя поправить, не истратить лишних денег. Давайте посмотрим. На данный момент у нас квартира, я так понимаю, да? Мы входим. Давайте посмотрим со входа. Здесь что это такое? Вот это я вообще не понимаю, что это такое. Наверное, не знаю, то ли на второй этаж, то ли еще куда-то, то ли в подвал. В общем, какая-то движуха здесь происходит. Может быть, это дом. Пока я не понял. Вот пока то, что есть, собственно, то и комментирую. Дальше. Пытаемся зайти сюда. 630. Это достаточно маленький объем. То есть вообще в целом дверь у нас 600, может быть, и плюс еще наличники, да, доборы там есть. И примерно минимум, да, должен быть проем около 700. Вот здесь у нас совсем-совсем узенько, и очень тяжело будет сюда войти. Дальше тоже непонятный какой-то атвус здесь творится. Вот это что такое? Вот так вот вообще ни в коем случае нельзя делать. Во-первых, сюда не влезет ничего. Это что такое? 20 на 20 сантиметров? Это вот такая вот пиалочка или что это такое? Вообще непонятно. При этом у вас огромное место. Вот здесь свободно, вот здесь свободно, вот здесь свободно. Абсолютно непонятная какая-то история. Да, вот это вот тоже никуда не годится. Это срочно переделать обязательно. Ну здесь то же самое со входом. Вот это вот ванна. Запомните, пожалуйста, дорогие мои друзья, кто меня слушает, смотрит, видит, уважает, никогда не делайте такие ванны. Это дурацкая абсолютная история. Она тоже никуда не годится. Ванны могут быть либо, ну, какие-то отдельно стоящие, да, либо вот просто вот так вот. Вот ни в коем случае не надо делать вот такую вот историю абсолютно ни в коем случае. Так же, как и нельзя делать ни в коем случае вот такие вот души, вот такие вот боковые. Не делайте просто так никогда. Не спрашивайте, почему мне сейчас долго объяснять. Просто не делайте, это недопустимо. Это лютейший колхоз. Нельзя так делать ни в коем случае. Вот, поэтому здесь все тоже бракуется. Это нельзя, недопустимо. Что тут делать? Ну тут много разных вариантов, да, собственно. Ну тут просто простор. Здесь просто даже не думали. Ну, то есть вообще никак. Вот, что делать? Заходим. Ось. Мы говорили о том, что ось должна быть. Соответственно, ось мы делаем здесь какая-то красивая раковина, ванна. Здесь вот эта вот зона у нас абсолютно свободная. Здесь можно шкафы, что хочешь делать. Здесь можно душ поставить, да, вот сюда. Ну, по 780 это уже практически на, ну, как бы на пределе. Но сюда можно нормально ванну, допустим, поставить, да. Сюда можно поставить нормальный душ, например, да, вот так вот большой, хороший душ. Вот так вот. И сюда еще полотенцесушитель. Вот даже так можно. Это вот просто базовый вариант. Я вот просто сейчас накидал, как тетрис просто подвигал. Да, это еще дизайнер даже не думал. Вот, поэтому подумайте, как тут, что можно сделать. Абсолютно то, что вы сейчас сделали, это недопустимо большой крест. Не делайте так никогда. Дальше заходим. Здесь вот у нас какое-то, ну, то есть мы попытались, да, что-то сделать, некое, там, подобие симметрии и какого-то прикольной штуки. Но на самом деле мы заходим и упираемся куда? Вот в стул. А нам нужен не стул, нам нужен здесь гардероб. И где он здесь будет, вот здесь или где-то еще, непонятно. То есть сюда точно не вариант бегать до гардероба. Ну, при том он, скорее всего, вот здесь вот не 600. То есть он должен минимум 600 быть, чтобы плечики повесить. Вот, поэтому где гардероб, вот такой вот большой вопросительный знак я поставлю и спрошу у вас, да, собственно, где гардероб. Дальше заходим сюда. Допустим, мы как-то сюда вместились, пусть размер маленький. На самом деле надо отпилить тогда, если такой размер маленький, вы сюда никакую дверь не вставите. Вот, тоже, да, сидим спиной к двери. Тоже недопустимо. Сидеть надо не спиной к двери, а наоборот. Тем более места много, да, тут спокойно чуть ли не вот так вот можно сидеть, встречать гостей. Вот, на самом деле так тоже нехорошо. Тут, на самом деле, надо думать, что тут будет, как оно организовано. Подходит ли здесь материал вот этот с подушками и спальней? Ну, в принципе, да, может быть. Телевизор, да, может быть. Вопрос здесь возникает тогда с чем? С размещением рабочей какой-то зоны. Ну, окей, да, ну тогда вот так вот пусть она размещается. Вот мы, ну, давайте так вот, да, вот так вот может разместиться нормально. То есть это в любом случае лучше, чем мы смотрим в стенку зачем-то. Мы тогда смотрим на вход и смотрим на спальню, например, да. Спальню вообще можно, ну, не знаю, имеет смысл отгородить, наверное. Опять же, я не знаю, какой-то функционал, но если вот исходим из того, что есть, то размещать лучше вот так, а не иначе, да, ну, либо вот так. Ну, так тоже, наверное, не очень хорошо просто смотреть на входящую. Наверное, боком все-таки лучше все будет. Вот, ну и здесь шкаф какой-то, да, а также шкаф можно здесь. В принципе, можно вот так вот библиотеку какую-то здесь запустить, да, и вот мы как будто в домике сидим, в принципе, нормальная история. Туда вот смотрим, как будто вот в таком кабинетике. Это нормально. Дальше заходим в зону с, что это такое, гостиной, да, но при том мы сидим, да, и за спиной у нас телевизор. Ну, так тоже, конечно, не делается. Мы надо определиться, мы либо телевизор смотрим, либо общаемся. Вот, и здесь вот во все стороны мы общаемся, да, соответственно, телевизор как-то непонятно куда идет и где он будет. То есть здесь он достаточно странный. Я бы, наверное, вот это кресло просто бы убрал, скорее всего, да, и разместить стоит каким-то образом, ну вот, если мы туда размещаемся, то туда, то к телевизору. Если мы не к телевизору размещаемся, да, то тогда оставляем как есть вот эту зону для общения, телевизор тогда просто убираем. Вот, также здесь жалюзи, да, какие-то организуются. Не думаю, что это самое лучшее решение, да, наверное, имеет смысл все-таки какие-то шторы здесь делать, да, тем более оно как-то не особо ровно. Какие-то шторы здесь нормально могут тоже смотреться. Ну, вообще, тоже очень странное вот это решение. Так, идем в следующую зону, и здесь мы видим, что мы видим кухню. Заходим на кухню, здесь стол. Ну, кстати, тоже можно круглый стол сделать, я так понимаю, здесь, хотя непонятно, второй еще этаж есть, но у меня почему-то его нет в разборе. У меня только первый этаж. Вполне нормально, круглый стол, в принципе, подойдет. И это первый, да. Второе, что кухня достаточно маленькая, ее спокойно можно довести до конца. Кухни много не бывает, у вас всегда есть шкафы, холодильники, какие-то еще темы. У вас здесь вполне отлично встает вот такая кухня, куда можно все барахло абсолютно убрать. И поставив там, допустим, ну, либо круглый сделать стол, либо каким-то образом вот так, да, разместить, то есть, то вполне нормально будет. Я за то, что кухню сделать здесь максимально большой. Я вижу, что здесь еще есть, видимо, второй какой-то этаж, но тоже планировка очень странная, очень какая-то совсем непонятная. Тоже вижу, что дизайнер здесь не работал, либо работал очень какой-то совсем начинающий дизайнер. Не жалеете здесь деньги на то, чтобы заказать нормальную работу. Дом купили, дом построили. Всегда удивляет, когда сэкономили над дизайном. Либо это начинающий дизайнер что-то прислал. Не знаю, вот не знаю, как здесь. Если вы владелец этого дома, если вы делаете себе, то срочно бежать в дом этот, отдавать в компанию, которую нормально сделать. Либо дизайнера нанимать. Хорошо, второго этажа у меня нет. Если будет, присылайте. Если мои комментарии были полезны, отлично. Если вы видите какие-то другие замечания, комментарии, пишите их в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, присылайте свои планировки на разбор. С вами был Станислав Орехов. Надеюсь, было полезно и интересно. До новых встреч, друзья. Увидимся в следующих разборах.